Здравствуйте, друзья! Меня зовут Катерина, и я рада вас приветствовать в Школе Видеоблогера. Сегодня вы узнаете 10 секретов успешного продвижения хобби-канала на YouTube. Первый. Создавайте видеоролики, которыми хочется делиться. Будь вы на месте зрителя, захотели бы вы поделиться подобным роликом с друзьями или коллегами? Первый. Вирусные видео – это отличный способ привлечь на свой канал целевую аудиторию не только с YouTube, но и с других сайтов. Второй. Общайтесь со своими зрителями, ведь это важный элемент успеха на YouTube. Будьте собой – это то, что больше всего ценится аудиторией YouTube – естественность и близость к зрителям. Придумайте уникальные приветствия и не забывайте здороваться в начале и прощаться в конце ваших видео. Третий. Взаимодействуйте с аудиторией не только в комментариях, но и в самих видео. Например, упоминайте активных подписчиков. Вы также можете устроить встречу с подписчиками в офлайне, например, провести мастер-класс или устройте флешмоб. Четвертый. Создайте единый стиль для всего канала. Это касается не только баннера, логотипа и обложек видео, но и сценариев для роликов. Пятый. YouTube – уникальная площадка. Здесь вы сразу получаете обратную связь от своих поклонников. Используйте это, учитывайте пожелания зрителей при записи следующих видео. Шестой. Не только ваши подписчики, но и алгоритмы YouTube любят постоянство в выходе роликов на канале. Составьте заранее контент-план и регулярно заливайте видео на канал. Используйте неудачные дубли и другие записи, которые не попали в основной контент. Чтобы создать видео в период, когда вы не можете снимать новое видео. Например, если у вас канал о рыбалке и вы зависите от погодных условий. Седьмой. Оптимизируйте видео для зрителей и поисковых алгоритмов. Для этого указывайте правильные метаданные. Смотрите наше видео о том, как подбирать ключевые слова для канала в нише хобби. Восьмой. Создавайте видео, понятное без контекста. Это значит, что можно начать просмотр с любого видео на канале, и будет понятно, о чем идет речь. Если вы разделили длинный сюжет на несколько видео, то добавляйте ссылки на другие части в описании ролика. А также создавайте подсказки и конечные заставки. Девятый. Сотрудничайте с другими видеоблогерами. По статистике, самый большой прирост подписчиков происходит именно после коллаборации. Главный плюс каналов в нише хобби – ваши конкуренты – это ваши единомышленники. Поэтому они скорее не конкуренты, а коллеги и легко соглашаются на съемку совместных роликов. Десятый. Вдохновляйте. Записывайте истории, как вы достигли успеха или как вы преодолели трудные этапы в начале пути. Это могут быть влоги или специальные видео с ответами на вопросы от подписчиков. Сегодня вы узнали 10 секретов успешного продвижения хобби-канала на YouTube. Пишите в комментариях, нравится ли вам ниша хобби и какие преимущества, на ваш взгляд, есть у авторов каналов, которые выбрали данную нишу. Ставьте лайки, если видео вам понравилось, и делитесь им с друзьями. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...